Вот эта женщина Ариц Трук из партии религиозный сионизм, являющаяся министром по делам поселений в израильском правительстве, вызвала большой скандал в Израиле. Она резко выступила против обмена и сделки и раскритиковала правительство, в котором сама же и состоит. Выступая в эфире радио израильской армии, она сказала. Наши солдаты бросили все и пошли воевать за цели, поставленные израильским правительством, а теперь правительство все это выбрасывает на помойку, чтобы спасти 22 человека, 33 человека или не знаю, сколько их там. У такого правительства нет права на существование. Заявление Струк прозвучало на фоне продолжающихся в Израиле дискуссий об условиях перемирия в рамках обменной сделки с движением Хамас. В партии религиозный сионизм, в которую входит министр Струк, считают, что в соглашении должны быть красные линии, чтобы сделка не была похожа на тотальную капитуляцию перед Хамасом. Религиозные сионисты убеждены, что необходимо военное давление на Хамас путем вторжения в Рафах, чтобы убедить его пойти на сделку. Представитель палестинского сопротивления недавно заявлял, что такой подход не повлияет на их стойкость в противостоянии оккупантам. Это понимают и оппоненты Нетаньяху. Они считают такой подход ошибочным. Относительно последнего заявления скандального министра, лидер оппозиции Иер Лапит написал в соцсети. Правительство с 22 или 33 правыми радикалами не имеет права на существование. Правительство, которое несет ответственность за самую большую трагедию еврейского народа со времен Холокоста, которая унесла жизни 1300 человек и оставила в плену еще 133 израильтянина, не имеет права оставаться у власти. Бросайте все и идите домой. Вы позорите страну. В штабе семей заложников заявили, что требуют от премьер-министра и правительства делом, а не словами доказать, что все заложники являются приоритетом, а вернуть их домой – главная задача государства. «Можно расходиться во мнениях, но говорить о людях, что это какие-то неодушевленные существа, какие-то 22 или 33, ни у кого нет права, тем более у народных избранников. Это слова человека, который не уважает человеческую жизнь и людей, которые попали в беду. Солдаты пошли на войну потому, что граждан похитили из их домов в самом безопасном, как утверждали министры, государстве». Министр-экстремист Ариц Трук ранее заявляла, что палестинского народа не существует и что палестинцы не имеют права создавать собственное государство, поскольку, на ее взгляд, это представляет собой экзистенциальную угрозу для Израиля.